Сегодня у нас акция, сегодня мы поедем одну ветеранку, поздравить с 8 марта. Сразу говорю, что к 8 марту по-разному относятся, кто-то очень негативно, ну скажем так и масленицу раньше никак не признавали, а сегодня христианским смыслом наполнили. Поэтому я очень относительно ровно отношусь к 8 марту, лишний раз знак внимания уделить женщинам было бы неплохо, они того заслуживают. А 12 мая, если не ошибаюсь, в день жен мироносец, мы сугубо будем поздравлять наших дорогих жен мироносец, наших мамочек, жен, девочек. Поэтому сейчас у нас такая будет акция. Вот мы сейчас все собираемся. Так, ну давайте, ну-ка, без детского сада. Это вот две девочки. Алевтина, Валя, Володя, еще три девочки. Кое-кто у нас, кто у нас там, Давид на велосипеде сдалека едет. Ну, еще ждем несколько человек и выдвигаемся. Крилечка, мы тебя потом зайдем уже. Крилечка, ты же мое сердечко, без тебя доску я домой. Ну, мы приехали тебя поздравить. Крилечка, поздравить тебя, пожелать. Крилечка, как снять это? Да ты и так красивая. Нет, я не красивая. Ну, мать родная, мы тебя поздравляем. И еще раз, наверное, возможно, поздравим на жен мироносец, православной христианке. Да, но все равно знак внимания лишним никогда не бывает. Особенно, если человек это заслужил. Мы тебя поздравляем, сейчас обнимаем, вручаем, а потом к тебе в гости заходим. И пойдемте, блины есть. Пойдемте, поздравляйте. Нет, сегодня поздравляю, со второй школы приезжали, с 12 школы приезжали, поздравили. Ой, ну спасибо, заходите, детки. Заходите, заходите. Спасибо. Самый, скажи, пожалуйста, кто будет смотреть? Ты партизанка. Самое болезненное, что ты можешь о войне вспомнить? Я все могу вспоминать о войне. О зубах скажи. Да ну, на что мне нужно? Я вам лучше скажу. Шумел сурово брянской лес, и тучи хмурились над нами, а по тропинкам по лесным пришли с боя партизаны. Нам дали небольшой привал. Вставало солнышко над нами, и командир давал приказ. Пора, ребят, Москва и Ленинград за нами. Мы в партизанских отрядах сражались. Били хвашистов, чем только могли. Мы под откос поезда отправляли, что хвашисты на запад с России везли. Уходи, хвашист, скорей. Так решили деды. Рецтах берем, и вам капут. И будет день победы. Умничка. Почему у тебя третий протез? Столько уже я выносила после войны. Почему зубов не было? А выбили немцы за буханку хлеба. Я ходила в разведку. Ну как, послали. Мы же девочки были по 14 лет. Послали нас. Идите, побирайтесь вроде. Ну, пришла в один дом. Милостинки ради Христа. Женщина стояла, ну вот как мордюковая женщина. Я запомнила, большая такая женщина. Стояла в окно смотрела. Ну, я же больше не видела. Я сама, а мы же как, милостинки, сама по окнам. Где стоят бетаеры, где немецкие танки, где немецкий штаб. Мне надо посмотреть. А выходит немец из другой комнаты. У него автомат. Вот тут и выносит буханку хлеба. Я же милостинки просила. Моя маленькая рост, там была худенькая. Он на коленку еще присел и хлеб. А я за хлеб, думаю, ой, ребятам принесу буханку хлеба. Мы же голодные. А он и мне автоматом, а не хлеб. А я, ой, как крикнула, у меня же зубы полетели все. Ну, детские еще. А эта женщина обернулась. И вот помню, как она матом его прямо, немца. А он до ей. Она девочка, текай на меня. И я убегала. Может, меня там еще повесили немцы. И слышу след выстрел. Или она его убила, или он ее убил. Не знаю уже. Я же уже убегала. А так я его до каких пор дожила. А тут, может, меня там повесили еще немцы. Ну, вот и выпьем чай за это. Садитесь. Все, рассаживайте. Здравствуйте. Как вы нас ждали? А, обязательно. А как же? Я же сижу. Я уже и Шива на машинке сидела. Попробовал, брат, ушел. Ну, кто будет наше видео смотреть? Немножечко представимся. Это наша партизанка, молодушечка. А вот дарилы. Сейчас немножко покажу. Вот такие у нас награды есть. Это у 12-й школы приезжали из Краснодара, из законодательного собрания. И меня в 12-ю приглашали. Вон, я у них там выступаю. Анна Борисовна у нас участница Великой Отечественной войны. Я партизаном была. Партизан. Не знаю, кто я. Не вода партизаном была. Тогда, бабушка, я тебе приеду. Меня все любят чужие. Все мои внуки. А как же? Мы с ним выступали еще. Да, вы выступали. Мама... Да, дед. Скажи, сколько у тебя внуков, правнуков? Ну, у меня 14 внуков. Вот. И сколько что у меня, чтобы 25 было, правнуков. Правнуков и трое праправнуков. Праправнуков. А прапраправнуки еще будут? Праправнуки будут. Ну, вот такая на сегодня акция. Поздравили мы замечательную партизанку Анну Борисовну. И вас тоже с праздником. Ну, поздравили мы побочивоство. Она взаимно за наше поздравление. Послушали мы вот там, как она служила партизанкой. Большой опыт. Много горя человек увидел. Я думаю, это назидательно. Как-нибудь мы запишем ее рассказ о том, как она служила. О том, как она выживала в годы Великой Отечественной войны. Это как минимум для тех, кто думает, что это напрасное время было. Общая фото. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok